Сентябрьские выборы в городскую думу привели к заметному обновлению депутатского корпуса, став трамплином в том числе и для молодых политиков. О своих идеологических взглядах, первых шагах в статусе народного избранника, планах на будущее и многом другом в новом выпуске актуального интервью нам рассказал депутат по 15 округу, член партии КПРФ Михаил Савин. Михаил, первый вопрос, наверное, он сам собой напрашивается. Как самый молодой депутат городской думы седьмого созыва оказался приверженцем, сторонником одной из старейших политических партий нашей страны? Ну, немного шуточно спрошу, где заразился, как протекала история болезни? Вообще, к симпатиям идеи социализма и коммунизма я был предрасположен, наверное, с пятого класса, когда в марте месяце, тогда в 2003 году я заболел, и мне попалась в руки книга Юрия Емельянова, которая называлась «Сталин на вершине власти». И это так совпало, что это было 50-летие со дня смерти как раз Сталина. И меня этот вопрос очень заинтересовал. Я посмотрел на тот момент ток-шоу, которые были тогда, это и «Познер», это и «Поединок», например, у Соловьева. И меня заинтересовало, насколько эта фигура огромна, монолитна и противоречива в данном случае. И мой интерес привел к тому, что я стал сторонником идеи социальной справедливости. Потом у самой социалистической идеи прекрасная история, она очень молодая, она еще развивается, у нее много путей развития. Я так понимаю, сегодня ты член партии КПРФ. Скажи, пожалуйста, чем вот нынешняя партия КПРФ отличается от своей предшественницы КПСС? Что изменилось в идеологии за эти годы? В идеологии, если брать идеологию именно в идеальном смысле марксизм-ленинизм, то, конечно, каких-то колоссальных вещей не произошло, изменений. Почему? Потому что, наверное, теоретиков больших после Сталина, идеи... Он теоретиком был? Конечно. Если почитать ее в собрании сочинений, там прекрасные вещи написаны. И последняя его работа как раз об экономических проблемах в СССР, она оголяет те проблемы, с которыми мы сталкиваемся и сегодня. Поэтому в идеологии, собственно говоря, изменений не произошло. Произошли изменения какие? Такие партия из правящей, единственной, превратилась в партию парламентскую. То есть в ту партию, которая борется за большинство голосов в законодательных органах власти легальным путем. КПСС это не была просто политическая партия. Это была основа государственного политического развития. То есть это был позвоночник, это хребет, от которого отходили все остальные институты жизни в СССР. И, конечно, ее слом привел к социальному слому всей страны. Но благодаря деятельности Геннадия Андреевича Зюганова он смог сохранить эту партию и придать ей новый вид. А за что сегодня выступают коммунисты? За что выступают коммунисты? В первую очередь, конечно, за социальную справедливость. То есть за справедливое распределение всех материальных благ. Сейчас это не так? Сейчас, конечно, нет. Дело в том, что когда мы разрушили социалистическую систему нашу, мы разрушили не только идеологию, мы разрушили и экономику. То есть распад СССР привел, например, к ликвидации кооперационных связей, которые были налажены в СССР, и распаду экономики. И строители новой экономики, рыночной, допустили огромные ошибки. В первую очередь, это приватизация. Правильно? Справедливо ли то, что те предприятия, которые строили люди по комсомольским путевкам, спя в вагончиках, значит, с гитарой, конечно, это романтика была у них своя, но все же справедливо ли то, что это кто-то купил и сейчас получает прибыль от этого? Конечно, нет. Насколько я помню, Чубайс говорил, что это был единственный способ лишить власти коммунистов. Но если говорить так, то да, это открыто. В первую очередь, его цитата по поводу, значит, последней гвоздь в гроб коммунизма забить, приватизация, да, вот это вот. И второе, это залоговый аукцион 96-го года, когда под, значит, маленькие проценты и под очень дешевые цены мы продали стратегические наши предприятия банкирам, иностранным инвесторам для того, чтобы победил Борис Николаевич Ельцин. Вот когда основа государственного порядка ложится под манипуляции отдельных политических деятелей, то это абсолютно недопустимо. В чем может проявляться социальная справедливость сегодня? За что вы боретесь? Социальная справедливость сегодня, конечно, проявляется в том, чтобы все-таки рабочему человеку, да, человеку труда создать те условия, в которых он бы себя не чувствовал абсолютно угнетенным. То есть вот даже вопрос с тарифами, да, вопрос бесплатного образования, вопрос пенсионного обеспечения, вопрос управления, значит, жилищно-коммунальным хозяйством. Очень сложные вопросы, в них очень сложно разбираться, и очень тяжело людям понимать их сущность, их проблемы. Ну и, конечно же, за улучшение условий жизни и условий труда, да. Когда, например, в советское время, я, можно, например, приведу свои работы? Когда в советское время, значит, наши студенты ПТУ тогда шли на практику в ВНИФ, вот, то у нас был профсоюзный освобожденный деятель, да, который следил за соблюдением законности. То есть за тем, чтобы права этих учеников не были нарушены в ВНИФ, то есть им выплачивали зарплату, вот, и формы работы, режимы труда, да, в соответствии с техникой безопасности и так далее. Вот сейчас рыночные отношения привели к тому, что эксплуатация ужасная. Люди вынуждены некоторые работать и по 10, и по 12 часов, без социального обеспечения абсолютно, да. Вот уловка с этим минимумом прожиточным 11300, да. Случаи, вот, пишут, поражают, когда переводят на карту одно количество вот этой вот, дотягивающей до вот этого минимума суммы, а потом просят вернуть вот этот остаток бывшей зарплаты и дотянутого минимума. То есть если зарплата была 8, да, то 3000 мне давай, если нет, иди отсюда. Вот, и так далее. То есть в первую очередь за улучшение условий жизни человека. На примере нашего города как это можно сделать? На примере нашего, на примере нашего города это можно сделать, в первую очередь так, чтобы бюджет городской был, исходил из интересов основных социальных слоев, да, то есть работал на интересы людей. Вот меня поразило то, как в последний созыв городская дума, вообще городская власть, лишила школьников бесплатного питания. Вот президент, да, даже выступая на госсовете, сказал, что дети – это наше главное. Вот, и поэтому здесь вот первый пример – необходимо вернуть социальное обеспечение питания школьного, чтобы дети питались и не чувствовали себя голодными. Потому что примеров много ужасных, они заказывают всякую дрянь в школы, а некоторые вообще не едят. Вот, а далее, значит, и опять же следить за уровнем продолжительности труда. То есть, ну, делать так, чтобы все понимали, да, что нарушение прав человека – это высшая мера наказания. Михаил, давай определимся. Короткий вопрос. Коммунисты выступают за рыночную экономику или за ее упразднение? За рыночную экономику или ее упразднение? Ну, потому что сейчас мы живем в условиях рынка, да, когда есть спрос, есть предложение, там. В том числе человек, предлагая свои возможности и ресурсы, должен понимать, что его работодателю будут свои запросы. И если это все не сойдется, придется искать другие варианты. Вы предлагаете немного другой, я так понимаю, такой легкий возврат, да, с распределениями, там, с более понятным вектором жизни, вектором развития, когда человек понимал, на что он может рассчитывать через 5, 10, может быть, даже 15 лет. Дело в том, что мы сейчас не ставим задачу в своей политической, значит, в политической программе, да, какого-то коренного перелома резкого. То есть мы знаем, к чему резкие коренные переломы приводят в истории. И поэтому, наверное, мы здесь выступаем больше в такой парадигме социал-демократии. То есть когда от элементов частной собственности, да, ну, мы никуда не денемся, это наши реалии, но и необходимо сделать так, чтобы и защитить элементы частной собственности, и сделать так, чтобы они были, значит, правомочны и социально защищены. Потому что, например, сейчас вот мы выступали за в Государственной Думе снижение налогов среднего бизнеса. Раз уж себя они рыночниками назвали, значит, надо соответствовать, да, полностью и развивать все сферы его. Вот. Но поднятие налогов, значит, практически задушило отчасти средний бизнес. Кстати, Михаил, а ты принимаешь какое-то участие в деятельности КПРФ на общероссийском уровне? Ну, в первую очередь я участвую в работе своей городской организации, да. Бываю делегатом областной партийной конференции, вот, ну и отчасти руковожу предвыборным штабом КПРФ. Какие у тебя впечатления от этой работы? Вообще коммунистическое движение сейчас сегодня помолодело или по-прежнему бал правят люди, которым 50, 60 и больше лет? Ну, за последнее время коммунистическое движение, конечно, помолодело. А с чем ты это связываешь? Вот такую популярность этих идей, причем у людей, которые в то время не жили. В то время не жили. Ну, здесь, опять же, процесс какой? Процесс того, что рассказывают наши предки, да, о том, как они жили. Вот, опять же, если сравнивать с социальным обеспечением, да, когда раньше человек был трудоустроен, да, то есть заводы, фабрики работали для того, чтобы постоянно брать людей, то есть не проводить никакие оптимизации и так далее. Вот, например, наш же, опять же, ученик ПТУ, да, шел, был трудоустроен 100% во ВНЕФ и вставал на очередь на получение жилья. Да, вот, естественно, такие простые пути жизненные, да, вот эти основы компонента, значит, социальных институтов привлекают людей. То есть им хочется стабильности, им хочется понятного будущего. Михаил, ну, не могу не спросить, ведь у этой истории был конец весьма печальный. И многие оценивают события начала 90-х годов как свидетельство того, что коммунизм при всей своей приглядности построить просто нельзя. Вот ты историк, ты этим вопросом плотно занимаешься. Как бы ты мог прокомментировать эту ситуацию? Ну, социалистическая система распалась, то есть мы не достигли цели, да, которую ставила коммунистическая партия перед собой. Но дело в чем? Дело в том, что, чтобы построить коммунизм, да, в идеальном смысле, то есть вот это общество социальной справедливости полной, конечно, необходима работа с людьми, да. То есть это дело ни одного поколения, ни двух, вот. А мы допускали колоссальные ошибки в этом. В каком плане? В плане того, что первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев, да, обещал всем коммунизм к 80-му году. Время шло, коммунизма не наступало. И власти пришлось каким-то образом оправдывать себя, приняв конституцию развитого социализма. То есть у нас коммунистическая, значит, формация по, значит, смене общественно-экономических формаций, пятая, да, она состоит из двух ступеней. Социализм и коммунизм. А у нас еще появилась прослойка. Развитой социализм. Вот такие, значит, популистские лозунги, да, такая вот необдуманная, непродуманная политика, вот, привела к тому, что, собственно говоря, эта идея дискредитировалась. Но я повторюсь, что воспитание в человеке определенных форм, значит, социальной жизни другой, это дело ни одного, даже ни 74-х лет, ни одного, ни двух веков. То есть с этим надо работать. Вот здесь как раз сейчас отчасти мы имеем конфликт интересов. Между теми, кто был воспитан тогда и кто воспитан сейчас. Да, например, кто был воспитан тогда, понимает общественную работу как неотъемлемую часть себя. А сейчас у молодежи очень часто только лишь материальная мотивация. Вот это как раз пережиток буржуазного настоящего, я так выражусь. Вот с этим иногда тяжело. Михаил, я думаю, пора поднять церковный вопрос. Во время коммунисты объявили войну культом, ну, назовем это их терминологией, вашей терминологией, поставив своей задачей освободить народ от религиозного рабства, как опять же они это называли. Сейчас ситуация поменялась, и мы видим совсем другую картину. Вот как бы ты, как представитель КПРФ, мог прокомментировать нынешнее положение вещей, даже на примере возрождения Сарусской обители, может быть, какого-то конфликта интересов? Есть понимание, где должна быть точка равновесия? На самом деле, вот этот вопрос очень сложный, да, даже если исходить из исторического прошлого. То есть вы уже не воинствующие атеисты, насколько я понимаю? Нет, 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 нет. Дело в чем? Дело в том, что любому социальному потрясению, да, любой революции характерна эмоциональность очень бурная. И вот с такой эмоциональностью большевики пришли к тому, что, значит, они могут ежечасно, да, значит, избавить людей от мысли о религии. Но здесь они допустили огромную ошибку, потому что огромное количество времени Россия жила как раз с духовностью. И выбить за год, два, и пять, и десять вот идею самой вот этой вот христианской морали, да, я не буду говорить религии, вот, а, естественно, оказалось тяжело. Не только христианской, да, и других конфессий. Вот, поэтому церковь неоднократно, как социальный институт, помогала даже советской власти. Например, патриарх Сергий Старгородский, которого принимал Сталин, да, и тогда, значит, русская православная церковь активно встала на защиту от своего отечества в Великой Отечественной войне. И отношения церкви и государства, конечно, после тех лет улучшились намного. А потом, я сейчас не вспомню, кто из архиереев русской православной церкви на вопрос того, что как можно поддерживать советскую власть, сказал, что русская православная церковь будет поддерживать любую власть, которая является сильной и дает толчок развитию государства. Вот, и это на самом деле мудро. И поэтому воевать с той идеей, которая живет в людях тысячелетия, ну, может это привести к тому, что, собственно говоря, потом также и твою идею выкинут. Вот, поэтому здесь, конечно, мы больше с церковью и с организацией духовности в этом плане не воюем, да, достаточно активно сотрудничаем. В том числе в Сарове? В Сарове нет, таких у нас нет, значит, аспектов взаимодействия пока. Но, я думаю, они будут. Вот, но на государственном уровне, да, конечно же, Геннадий Андреевич, значит, его патриарх часто принимает. Вот, вот, создано движение «Русский лад», так называемое, да, где участвуют представители русской православной церкви и других конфессий. Вот, поэтому отношение церкви и коммунистической идеи, они здесь, ну, вот, тоже, значит, историческим промежутком учли ошибки прошлого. Вот, ведь идея любая революции, да, как вот было, сейчас за пять лет мы сделаем все так, как надо. Отношения, оказывается, государства и людей, и его социальных институтов оказываются намного сложнее. Михаил, давай перейдем на более приземленную почву, на нашу городскую. Скажи, пожалуйста, почему ты решил баллотироваться? Что хотел поменять? На что повлиять? Хотел повлиять, конечно же, в первую очередь, в том числе и на принятие решений городской думы, да, от которых зависит наша жизнь. В том числе, вот сейчас мы будем рассматривать бюджет, вот, и мне хочется внести ряд своих поправок. Давай сразу озвучим, чтобы люди понимали, что ты хочешь сделать. В первую очередь, это возврат школьного питания, вот, это был один из моих программных пунктов, моей программы. Вот, я думаю, что, в принципе, в бюджете можно изыскать на это деньги. Вот, потом я очень хочу добиться принятия статуса детей войны. На муниципальном хотя бы уровне, на областном уровне, на всероссийском, к сожалению, пока это невозможно. Но в 25 областях этот закон принят, вот, то есть этих людей официально признали. У нас в городе их живет 5200 человек, вот, мы с ними активно общаемся. Они не имеют никакой социальной защиты, то есть ни льгот, ничего в этом плане. И вот добиться их официального признания, это тоже один из моих пунктов пока. Как ты намерен это сделать? Чем будет твое оружие? Убеждения, доводы, договоренности? Убеждения, конечно же. То есть я сейчас разрабатываю положение, да, по, значит, если по школьному питанию, то тут, конечно, главное убеждение – это родители, да, которые возмущены, те дети, которые не едят в школах, и комбинат школьного питания, который, наверное, пострадал от такой ревизии, вот, в этом плане. А по поводу детей войны, конечно же, убеждения, да, дети войны – очень активная организация у нас. Она ведет огромную патриотическую работу. Они выпустили уже третью книгу своих воспоминаний. И поэтому не признать их может только я не знаю кто. Михаил, с выборов прошло около полутора месяцев. У тебя, наверное, уже слетели розовые очки. Может быть, их никогда и не было. Скажи, пожалуйста, у тебя есть надежда на то, что получится по-настоящему работать, а не просто быть в оппозиции, голосуя против каждого непопулярного решения? Ну, розовых очков, начнем с того, их и не было. То есть институт выборов, например, и само формирование представительной власти мне известно давно, с 18 лет. Все плюсы и минусы этих вещей я знаю. А по поводу работы, конечно, буду стараться делать все от меня возможное в рамках конструктивного диалога и с властью, и, естественно, с людьми, которые за мной стоят. И очень хорошо, что за мной стоят только люди, то есть мои избиратели. Никакой крупной организации или ведомства за мной нет. За мной стоят люди. И поэтому где-то лично буду решать вопросы, где-то обращаться за помощью к государственным структурам и так далее. Кстати, к вопросу о людях, за которые тебя проголосовали, о твоем округе, чего им ждать в ближайшие пять лет? Какими проблемами ты намерен заняться в первую очередь именно на округе? Вот сейчас, на прошлой неделе, мы встречались с жильцами дома номер 8 по улице Юности. У них главная проблема – это, конечно, благоустройство территории. То есть построить малые архитектурные формы, установить, вернее, детская площадка. Попросили меня установить еще турники для спортсменов, какие-то спортивные элементы, озеленение округа. У нас есть прекрасная на улице Юности пешеходная аллея. Это аллея, аллея Победы. И у меня идея, естественно, увековечить как-то эту аллею Победы и ее засадить чем-то обязательно. То есть тоже озеленить и увековечить в плане того, что сейчас, наверное, будем участвовать в проекте по ее внешнему виду. И благоустройство дворовых территорий обязательно. И помощь людям прямая. Например, те, кто нуждаются в какой-то посторонней помощи, мы готовы всегда оказать ее. Много наказов поступило уже за эти полтора месяца? Много, много. Но наказы поступали еще и в период предвыборной агитации. То есть большое количество проблем. Ну и в период, конечно же, сейчас. То есть люди тогда еще не знали, кто будет конкретно у них депутат. И сейчас уже более, так сказать, эти наказы имеют конкретный характер. У тебя достаточно, как у депутата, инструментов? Или некоторые вопросы решить, к сожалению, не получается? Ну, некоторые вопросы с точки зрения, например, юридической, я не совсем могу решить. То есть здесь уже необходимо участие либо самих заявителей, то есть избирателей, да, жителей, или либо влияние каких-то государственных структур. Вот сейчас, например, мы рассматриваем просьбу об установке лежачего полицейского на улице Московской между кафе-бутик и магазином 585-й «Золотой». Да, там, значит, стоянка сделана странным образом. Вот, то есть дорожка после припаркованных машин. И много машин залетают туда на бешеной скорости. Вот, и жильцы просили меня подумать над тем, возможно ли это. Вот, без департамента городского хозяйства, конечно, я же не могу, и без здесь комиссии ГАИ. Вот. Или вопросы коммунального характера, да, когда собственники жилья обращаются, я без, значит, их участия просто не могу, например, обратиться. Вот, он собственник, он владелец своего имущества. Поэтому прийти, помочь, вместе с кем-то сходить, съездить, найти правду, доказать, что-то могу. Вот, но не всегда это возможно. Если было бы возможно, было бы, наверное, легче. Уже приходилось с кем-то бодаться, защищая интересы избирателей? Ну, конечно, без имен, без организаций. Ну, пока еще не так вот, не основательно, но да. Чем все закончилось? Чем все закончилось? Согласились с нашей правотой. Пробил, продавил. Да, честно. Михаил, и последний вопрос. Есть в современной политике люди, которыми ты вдохновляешься, восхищаешься, из ныне живущих, разумеется? В современной политике? С которых ты готов был бы брать пример? Ну, может быть, не во всем и не всегда. Ну, как это всегда бывает, да. Вот, но в каком-то плане, наверное, я бы взял пример с президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. Вот, мне очень нравится его прямота, его последовательность мыслей, его ход действий, вот, его постановка вопросов, да, вот как раз о приватизации. Ведь Беларусь, то государство, у которого есть в границах два примера. Это Россия, да, которая пережила 90-е годы уж условно, скажем так, вот, и Украина, которая в них осталась. Вот, и Лукашенко, конечно, приходилось принимать очень непростые решения в виде, значит, разного рода обстановки и не допустить того же, что и, значит, в соседних странах. Поэтому его твердость, да, его напор, его приверженность идеи, то есть, с которой он был, ну, это заслуживает, с моей стороны, конечно, уважения. На этом все. Спасибо, что были с нами. Напоминаю, что сегодня мы беседовали с депутатом Городской думы 7-го созыва Михаилом Савиным. Михаил, спасибо, что согласился прийти. Успешной тебе работы. Надеюсь, все получится. Продолжение следует...